Добрый день уважаемые коллеги, участники конференции. Я рада вас приветствовать. Хочу выразить слабо благодарность организаторам данной конференции, в частности Ирине Козе, за предоставленную возможность приехать и у вас здесь выступать. Тема моего доклада будет посвящена основам технологии выращивания малины, ежевики и смородины черной в Беларуси. Что касается технологий, то мы придерживаемся отраслевых технологических регламентов, которые разработаны на основе проведения научных исследований. Вы видите, при производстве малины, значит, при соблюдении регламента возможно получать достаточно высокие урожаи. Что касается малины летнего срока созревания до 60 тонн, ремонтантный до 15 тонн на гектар. Рентабельность при этом насаждения с ручным бором составляет больше 120%, смеханизирован 24%. Для малино-ремонтантного типа с ручным сбором 189,6 смеханизирован 116. И окупаемость капитальных вложений наступает на 0,948 и 0,812 года соответственно. Начнем с выбора участка. Это самые основные моменты. Я хочу обратить ваше внимание на, самое главное, на уровень залегания грунтовых вод. Он должен быть не ближе метра-полтора от поверхности почвы. И возврат малины допускается на прежнее место не раньше, чем через 5 лет. Это обязательное условие. Дальше требования к почвам. Для возделывания малины, как и летней, ремонтантной, в том числе ежевики, я буду в общем говорить, поскольку у нас технологий ежевики отдельно нет, но мы ее придерживаемся, как и по малине. Значит, наиболее благоприятна дерново-подзолистая почва легкого механического состава. Также не следует размещать малину на почвах, которые сильно заболочены и на подзолистых и песчаных. Основные агрохимические показатели, значит, по содержанию гумуса до 2%, по кислотности 5,7-6,5, подвижный фосфор и калий, подвижный фосфор и обменный калий не менее 200 миллиграмм на килограмм почвы. Предшественники. Идеальными предшественниками являются это черный седиральный пар, а также пропашные культуры. Особое внимание следует обратить на то, что есть общая болезнь вредителей у малины и земляники, поэтому не следует повторять их после таких культур, как картофель, томаты и земляника садовая. И рекомендуется у нас 12-польная система осевооборота, предпосадочная подготовка почвы. Конечно же, начинается с борьбы с сорняками. Мы используем глифосат, содержащий гербициды, которые представлены на слайде. Обязательно вносим известковое удобрение. Что касается органических удобрений, то тоже смотрим по данным агрохимических карт и, значит, вносим органические удобрения в дозе до 180 тонн на гектар, фосфорное удобрение до 120 килограмм по действующему веществу на гектар и калийное до 180 тонн на гектар. При отсутствии органических удобрений рекомендуем высевать сидираты, такие как горчицу, редьку и рапс. Сроки тоже прописаны. Особое внимание следует также обратить на то, что под посев, значит, сидиратов обязательно следует носить азотное удобрение в дозе до 90 килограмм на гектар по действующему веществу. Это обязательно. Требования к посадочному материалу. Я вот сделала такую табличку и хочу отметить, что обязательно следует обращать внимание на вот эти вот показатели, такие как количество основных скелетных корней, длина корневой системы, высота и, самое главное, сколько должно быть основных побегов и также толщина шейки, толщина стволика у корневой шейки. В наш реестр Республики Беларусь включены такие сорта по умолене ремонтантной летней ежевики для промышленно-приусадебного возделывания. Хочу обратить ваше внимание на сорт, значит, малины ремонтантной А2БИМАП и МАРА, которые включили в 2019 году для приусадебного возделывания. Этот сорт имеет перспективы для Республики Беларусь, в том числе и для Российской Федерации, поскольку срок созревания средний и многие белорусские фермы сейчас его хотят официально выращивать, поэтому хороший сорт. Сорт нашей собственной селекции малины летнего, позднего срока созревания услада, также мы рекомендуем для приусадебного, ну и можно, конечно, для промышленного возделывания. Сорт хорошо подходит под механизированную уборку. У нас было испытание два года назад с использованием комбайна Ярок-5, и есть хорошие результаты. Посадка. Оптимальные сроки посадки – это осень, конец сентября, начало октября. Схемы посадки для малины с механизированной уборкой 3,5 на 0,5. Для ежевики есть это приморозство 3 на 1 метра и для стелящихся 3 на 2 метра. Также обязательно проводить поливы и иметь, конечно, в запасе страховой фон, поскольку есть, ну, разная ситуация, когда материал следует, ну, иметь запас. Опорная конструкция, шпалера. Это обязательный элемент технологии, который следует применять как и для защищенного грунта, для открытого грунта. Мы используем различные колья, железобетонные столбы, либо деревянные. Параметры представлены на слайде. И также используем специальные садовые степлеры для крепления уже самих растений. Здесь на данном слайде представлены разные, значит, разные виды шпалеры. И V-образная, и однополостная, и такая вот, которая укладывается. Очень часто использую эту шпалеру в Соединенных Штатах и в Польше я видела. Внесение удобрений. Следует также обратить внимание на азотное удобрение. И именно по, значит, по годам с третьего года после посадки осенью следует носить фосфорное удобрение в расчете 90-120 кг на гектар по действующему веществу и калийное 120-220. Для элементантных сортов увеличиваем нормы внесения удобрений в полтора-два раза. Почвы, которые мало обеспечены магнием и бором, вносим обязательно сульфат магния или буру. Также используем водорастворимое удобрение. У нас я привела кристаллоны, но можно использовать и аналоги. Не обязательно эту марку. Уход за насаждениями. Основным способом содержания междуря отделяется черный пар. Также можно применять гербициды. У нас в нашем реестре, в котором зарегистрированы все препараты, количество гербицидов ограничено, поэтому только рекомендуем раундап и агросан. И все. И в период формирования ягоды обязательно поливы. У нас насаждение в институте в основном без капельного полива, поэтому просто следует обязательно это использовать. Борьба с болезнями-вредителями. Вы знаете, что основные болезни и вредители у малины – это болезни пурпуровая пятнистость, антракнос, септориоз. Среди вредителей – малинный жук, малиноземоничный долгоносик, побеговая галица и так далее. По ремонтантной малине основная проблема связана с серой гнилью плодов. Система мероприятий представлена на слайде. Хочу отметить, что здесь включены те препараты, которые опять-таки входят в состав нашего реестра в Республике Беларусь, которые официально зарегистрированы на ягодных культурах. Расписаны фазы развития, против какого организма используются и нормы расхода. Формирование плодовой полосы и обрезка. С третьего года посадки мы начинаем формировать плодовую полосу, ширина которой должна составлять у основания 0,2-0,4 метра, и высотой стеблистоя формируем до полутора метров. По малине летней хочу отметить, что мы проделаем нормировку, оставляем не более 15 побегов на метр погонный, и укорачиваем побеги до первой живой почки на расстоянии 10-15 сантиметров. После сбора уже урожая обязательно обдуляем от плодоносившей побеги до уровня почвы. Что касается ремонтанты малины, то ежегодно обрезаем осенью, после наступления устойчивых заморозков или весной до начала вегетации. Также проводим нормировку, оставляем при этом 12 побегов на метр погонный. Обрезка ежевики. С ежевикой есть особенности. Весной обрезаем стебли с подсохшими верхушками, укорачиваем длинные побеги, и в середине июня, в августе проводим пинцировку, удаляем 5 сантиметров верхушек. После плодоношения все побеги удаляем и обрезаем, и слабые верхушки, побеги, которые остаются, тоже удаляем. Механизированный сбор малины. У нас в Институте плодоводства есть комбайн малиноуборочный ЯРЭК-5. Мы его приобрели в 2015 году, проводили испытания в 2016 году. На основании проведенных научных исследований получили такие результаты, что самым полным по сбору зрелых ягод оказался сорт польской селекции. Полька – 65,1%. Меньше всех мы собрали сорта Херетич. У этого сорта есть проблема при механизированной уборке. Получается, когда побеги ложатся на… значит, заходит стряхивающий механизм, простите, значит, ягода стрясается вместе с латералами, боковыми веточками, то есть нету четкого отделения. И причиной этому оказалась особенность строения плодоложи. Что касается механических повреждений, то сорт Херетич, опять-таки, больше всех повреждил свои побеги. Вот такие результаты мы получили. Это на основании того, что первые сборы у нас были ручной сбор, а последующие были механизированы. Вот такой график рентабельности у нас получился. Можете посмотреть, что наиболее лучшими оказались сорт Геракл и сорт Полика. Эти данные на основании научных исследований рассчитаны расчетным путем. Технологический регламент производства черной смородины. Смородина – интересная культура, с точки зрения технологичности, практически полностью убирается механизировано. Урожайность смородины красной составляет до 11 тонн на гектар, у черной смородины до 10 тонн на гектар. Рентабельность при этом составляет 116-134%. Окупаемость наступает у вас через 2,5-2,9 лет соответственно. Выбор участка. Те же самые требования практически, что у малины. И опять-таки ваше внимание обращаю на уровень залегания грунтовых вод, но возврат на прежнее место у смородины через 3 года, не раньше, чем 3 года. Если у малины 5 лет и ежевики, то у смородины не раньше, чем через 3 года. Требования к почвам. Оптимальные агрохимические показатели пристали на слайде, я перечислять не буду. Хочу сказать, что смородина, как и красная, и черная не переносят повышенной кислотности, поэтому следует обратить внимание на уровень PH и обязательно провести известкование за год до посадки. Предшественники. Лучше миляются однолетние травы, седиральный и черный пар, зерновые пропашные культуры. Для смородины предлагается 10-ти польный оборот. Значит, не следует размещать смородину после крыжовника, поскольку есть общие вредители и болезни. Также посадка после малины недопустима, поскольку есть оставшиеся корни и будет уже прорастание, будут засорения насаждений. Предпосадочная подготовка почвы. Тоже с глифоса, содержащими гербицидами. Внесение обязательно и известковых удобрений. Также внесение органических фосфорных и калийных удобрений. Обязательно седираты. Посадочный материал. Требования. Обязательно следует обратить внимание на количество основных корней. У разделенной корневой системы должно быть не менее трех штук. Количество основных побегов. Для однолетних и двухлетних саженцев предлагается разбежка и толщина шейки, толщина стволика корневой шейки. Ну и высота надземной части должна быть не менее 30 сантиметров. Хозяйственная белорусская характеристика сортов, которые включены для промышленных насаждений. Я представила на слайде. В основном это сорта белорусской и российской селекции. Для смородины красной у нас из последних, что мы передавали, это сорт коралловая. Хочу сказать, что срок созревания средний. Сорт, в принципе, десертный. Ягода светлоокрашенная. Пользуется популярностью среди наших и любителей, и также фермерских хозяйств. Посадка. Значит, осенью рекомендуем. Не позже, чем за две недели до наступления устойчивых заморозков. И весной, через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. Схемы посадки при механизированной уборке 3,5-4 на 0,5-0,8. При ручном сборе 3,3,5 на 0,5-0,8. Требования к посадке представлены на слайде. Обязательно, конечно, полив. Год за насаждениями. Первые годы мы содержим междурядок по чистым парам. Потом используем прополку с одновременным рыхлением. Затем применяем гербициды. Здесь также небольшое количество гербицидов, вы видите. Рекомендуем также полив после цветения и образования зеленой завязи и период образования ягод. Внесение удобрений. После посадки ежегодно вносим азотное удобрение. Доза до 60 кг на гектар по действующему веществу. На третий год вносим дозу до 40 кг. По срокам первую норму вносим в начале вегетации, это практически 50%. Период активного роста – остальное количество. Также, чтобы рассчитать дозы фосфорных и калийных удобрений, обязательно следует знать степень обеспеченности почвы микроэлементами. И, исходя из этих цифр, рассчитать дозы фосфорных и калийных удобрений. Также в период активного роста рекомендуем использовать водорастворимое удобрение. Система защитных мероприятий также, согласно нашему реестру, который действует в Беларуси, вы видите, что расписаны тоже сроки, фазы цветения и основные наши препараты, которые разрешены на территории Беларуси. Против почкового клеща в основном используем препарат Мавента, поскольку он оказался самым эффективным. Уборка и хранение урожая. Уборку проводим в сухую погоду. Для промышленной переработки в основном собираем в ящики до 10-12 кг. На хранение закладываем ягоды одного сорта, чистые, без механических повреждений. Срок хранения при температуре 0,3, влажность воздуха до 90% и не более 3 суток в свежем виде. Комбайн для уборки, значит, Джоанна прицепной, Виктор самоходный. У нас в институте используется комбайн Йоварос. По поводу обрезки. На плантациях, скажем, с уменьшенным сроком эксплуатации мы используем 5 плодоношений, ограничиваемся санитарным обрезкой и формирующей. Если, значит, каждый год мы удаляем слабые больные побеги. Что касается, если мы продлеваем срок эксплуатации, то 8-9 плодоношений, то обязательно использовать удаление старых побегов, которые старше 4-5 лет. Оптимальный срок на основе проведения научных исследований составляет до 6 лет. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы к докладчику. Скажите, пожалуйста, вы производите сбор ванины, комбайнов? Да. Для ремонтантных сортов за сколько сборов вы собираете весь урожай? При условии, что срок плодоношения растягивается на 40 и более дней. Спасибо за вопрос. В основном, в среднем используем где-то 5-8 сборов, основных сборов. Но первые сборы мы делаем ручные, ручную сбору. И те сорта, которые вы указали, 5-8 сборов выдерживают? Выдерживают, да. До 21 раза получается, реально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!